расскажу про планировку и какие работы уже сделаны для чего она сделана мы специально оставили место для чего часть стен осталась прямо от застройщика виде газобетонного блока толщиной 20 сантиметров для чего это сделано что еще важно перепад порядка двух сантиметров между кухней и коридором это сделано для того всем привет сейчас мы находимся в жилом комплексе селигер сити это студия площадью 28 квадратных метров дизайн разрабатывала студия геометриум сейчас квартира находится на черновом этапе пройдемся по квартире расскажу про планировку и какие работы уже сделаны и так площадь 28 квадратных метров и у дизайнеров стояла колоссальная задача маленькую площадь совместить с большой функциональностью давайте пройдемся по планировке здесь у нас с вами будет стоять кровать диван здесь сделана специальная ниша для того чтобы сделать встроенный шкаф здесь у нас будет рабочая зона в виде столов на два человека также будет висеть телевизор проходим дальше и у нас сделаны две ниши слева и справа это у нас кухня по правую сторону нас мойка вот как раз вывели горячую холодную воду и канализацию здесь будет также рабочая зона а слева у нас будет кухня но уже холодильник микроволновка духовка и так далее следующая зона это у нас коридор здесь у нас будет стоять шкаф и в нем будут спрятаны все инженерные коммуникации силовой щит слаботочный щит и коллекторный шкаф для отопления дальше входная дверь у нас остается наверху мы смогли вместить кондиционер он как раз будет на входной дверью и будет продувать как раз и кухню и комнату да кстати здесь еще есть балкон но мы перед съемку туда все вынесли поэтому туда пока не пройти вот но принципе достаточно места чтобы поставить два стула и попить чашечку кофе с утра далее у нас ванна по левую сторону нас стоит инсталляция и слева вверху сделан водомерный узел почему он не сделан здесь вот правее на что было рассказать зоне доступа здесь у нас будут строимые полки здесь у нас будет шкаф и решили всю эту конструкцию сместить лево вверх для того чтобы максимально освободить пространство потому что вы сами понимаете что борьба идет на миллиметр по водомерному узлу у нас здесь я чуть позже расскажу и дальше проходим и справа вы видите нишу для чего она сделана вот здесь вот как раз около 70 сантиметров здесь у нас будет стоять стиральная машина а сверху будет стоять сушильная машина это современное решение для квартир для того чтобы стирать и сушить вещи одновременно здесь как раз вот вывели воду для сушилки вывели канализацию дополнительную да вот как раз канализация для стиралки и 2 для сушилки и также здесь вывели розетки для стиральной сушильной машины далее здесь у нас будет стоять раковина со смесителями Здесь будет зеркало, и вы можете видеть, что здесь мы цементной штукатуркой штукатурили, а здесь ничего не трогали, потому что эта стена будет выполнена в шумоизоляции, обшита аквапанелью, и уложена будет плитка. Стяжка по всей квартире выполнена, кроме зоны, где будет душевой поддон. Мы специально оставили место. Для чего? Уровень поддона будет подниматься для того, чтобы обеспечить слив, и эта высота будет набираться при помощи двух кирпичей в два уровня. То есть высота кирпича 65 мм, и это порядка 120 мм. Стяжка у нас по всей квартире в среднем 8 см. Будет обычным красным полнотелым кирпичом в два слоя, сделана высота, и сверху уже будет смонтирован готовый поддон из керамогранита. Он уже здесь привезен, весит около 100 кг. Вы заметили, что не все стены оштукатурены. Часть стен осталась прямо от застройщика в виде газобетонного блока толщиной 20 см. Для чего это сделано? Эти стены будут выполнены в шумоизоляции. Шумоизоляция будет сделана при помощи панелей Zips Vector. То есть мы сейчас залили стяжку, и уже готовы к монтажу шумоизоляции. Также потолок тоже будет шумоизолироваться. Потолок будет из гипсокартона. Натяжного потолка здесь не будет. Здесь также эта ниша будет выполнена в шумоизоляции, поэтому и кабеля пропускали уже по наружке, а не прятали их в штробы. Также вот эта стена, где у нас будет шкаф, здесь сделали специально щиты накладные, не стали их монтировать. Тем более здесь бетонная часть, и смонтировать такой щит в бетонную стену достаточно проблематично. И в принципе это запрещено. Эта стена тоже будет выполнена в шумоизоляции. как раз скроет гофру, и она подойдет заподлицо к этому щиту. Вы знаете, что мы делаем стены из газобетонного блока толщиной 10 см, но с учетом маленькой площади нам здесь пришлось идти на компромиссы с дизайном, и мы использовали блоки разной толщины. В данном случае это блок толщиной 5 см, штукатуренных с двух сторон. Вот эта стена выполнена в блоке толщиной 75 мм, а вот эта стена между комнатой и ванной выполнена блоком 10 см. Все это позволило получить те желаемые сантиметры, и при этом сделать стены прочными и надежными, на которые можно повесить любую конструкцию. Как всегда, отопление мы полностью заменили, выкинули все трубы от застройщика, смонтировали внутренний коллекторный шкаф в квартире, смонтировали коллектора на подачу и на обратку. В данном случае использован коллектор ИХАУ, обычно мы используем производитель СТАУТ. На каждый потребитель у нас идет отдельная труба, и отопительные приборы представлены в виде внутрипольного конвектора, а также классическая обычная батарея. После того, как она приедет, мы уже выведем эти трубки по размеру и подключим отопительный прибор. Вот смотрите, когда мы заливали стяжку, мы делали специальную опалубку для конвектора, чтобы оставить определенный зазор, чтобы уже когда укладывалось чистовое покрытие, можно было двигать влево-вправо, центрировать, а также играть по высоте. Это важно, потому что обычно конвектора сразу заливают, и потом уже какие-то с ними действия уже невозможно. Приходится отдаливать по периметру и уже как бы двигать. Вот данное решение, когда вы делаете опалубку, для того, чтобы можно было немножко двигать его влево-вправо, это правильно, современно и технологично. На данном объекте мы выполняли мокрую стяжку. Можно было сделать бы полусухую, это было бы быстрее и дешевле, но в данном случае у нас чистовое покрытие пола – это микроцемент. Под микроцемент нужно абсолютно ровное, крепкое, прочное основание. Вот чтобы это обеспечить, мы выбрали мокрую стяжку, мы ее заливаем по маякам, специально армируем при помощи дорожной сетки толщиной 5 мм, добавляем фиброволокно, специальный пластификатор, после чего еще 5 дней проливаем, и она лежит под пленкой, набирает прочность. Также мы используем демпферную ленту по периметру, а также демпферная лента еще дополнительно служит в слой шумонета, который мы заводим на стены, и у нас, вот если вы видите, есть шумонет и демпферная лента. После чего вот это все лишнее подрезается, и все это очень аккуратно выглядит. Если вы хотите совсем отсечь стяжку от стены, то вот этот шов проходит со специальным герметиком акустическим, он называется вибросил. Что еще важно? Здесь сделаны демпферные швы, вот между кухней и комнатой, а также между коридором и кухней. Если вы заметили, здесь есть, сейчас покажу, перепад порядка 2 см между кухней и коридором. Это сделано для того, что здесь будет наливной пол, он будет укладываться и заливаться тонким слоем наливного пола. По электрике все стандартно, выполнено по нашим регламентам и нормам. Кто часто смотрит наши ролики, уже знает, что мы используем кабель ВВГ-НГ-ЛС ГОСТовский, производитель Конкорд. Используем серую ПВХ-гофру 20-го диаметра, все монтируем на клипсы, вся электрика по потолку, все это максимально надежно. Это у нас силовой щит, это у нас слаботочный щит. Тут тоже выведена розетка для того, чтобы здесь стоял роутер, его можно было подключить. Дальше, после того, как мы смонтировали всю электрику, вешаем самые дешевые розетки и выключатели для того, чтобы проверить работоспособность всей электрической системы, которую мы собрали. Это вас предостерегает от каких-то ошибок. То есть, если вы что-то сделали неправильно, на данном этапе, когда еще можно что-то сделать, изменить, вы можете проверить, как это все работает, а также оценить, как у вас включается свет, где розетки и так далее. То есть, на этом этапе можно что-то еще изменить безболезненно. Пару слов про водомерный узел. Это у нас проточный водонагреватель, магистральные фильтра тонкой очистки, защита от протечек от производителя Нептун. Вот вы можете видеть, это обычный шаровый кран, но уже производителя Винтроп. Он отличается от крана Бугатти тем, что стоит в три раза дороже, но при этом он никогда не закисает, его можно всегда открыть и закрыть, потому что кран Бугатти, если вы его раз в месяц не будете разрабатывать, он закисает, и руками его повернуть проблематично. Дальше у нас идет регулятор давления, фильтр тонкой очистки, коллектор на холодную и горячую воду. Компенсаторы давления. Это у нас мозги от защиты от протечек. И также сделана воронка для того, чтобы сливать дренаж от кондиционера, а также от воды, которая поступает, когда вы промываете фильтра тонкой очистки и магистральные фильтра. Если вам интересна стоимость данного проекта, то пишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Спасибо, что нас смотрите, спасибо, что ставите лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok